Сеятель На той земле, где родился и вырос Шадр, живет этот человек, Владимир Викторович Лисич. Заведует отделом селекции в Курганском научно-исследовательском институте зернового хозяйства, кандидат биологических наук. Сейчас в землю лягут семена нового сорта, которому он, Владимир Лисич, шел долгих 15 лет. Это сложная задача создать неполегающий засухоустойчивый сорт яровой пшеницы, чтобы удержать граненый колос, а в нем 70 зерен, нужна крепкая соломина. Это свойство Лисич взял от озимой пшеницы, а от яровой противоборство засухи. Засухи в Зауралье нередки. Вот почему поиск селекционера Лисича находит поддержку Курганского областного комитета партии. Первый секретарь обкома Филипп Кириллович Князев – частый гость на опытной делянке. Нам нужен новый сорт пшеницы. Вот мы просили, добивались, чтобы создали нам такое, организовали научное учреждение, которое бы могло работать над выведением новых сортов, пригодных для наших мест, чтобы получать большие урожаи пшеницы. А край наш действительно пшеничный. Правительство пошло нам навстречу. В прошлом году был создан, организован научно-исследовательский институт зернового хозяйства. Пока он делает первые шаги, но надо сказать, что очень уже сейчас видны хорошие результаты. Новый институт живет новым сортом. Сорт проходит вереницу питомников. Потом испытания – предварительные, конкурсные, государственные, и лишь после них получает имя. Сколько же нужно чутья и знаний, чтобы из сотни гибридных комбинаций выбрать одну и поверить в ее будущее? 15 лет шел лисич к новому сорту. 15 лет раздумий, сравнений и бесконечного терпения. Нынче сорт прошел испытания в сотнях хозяйств области и везде дал прибавку в 10 центнеров зерна с гектара. А средняя урожайность каждого из тысячи гектаров составила 35 центнеров. И это в жесточайшую засуху. А при благоприятных условиях получают до 80 центнеров. Доволен патриарх земледелия Терентий Семенович Мальцев. Лет 20 назад Владимир Лисич, студент Тимирязевской академии, слушал выступления Мальцева перед будущими селекционерами. Запомнил он слова народного академика о том, что поля ждут новых сортов пшеницы. Запомнил и выполнил наказ Мальцева. Над новым сортом работает почти вся мальцевская семья. И сам Терентий Семенович, и сын Савва Терентьич, и дочь Лидия Терентьевна, и ее муж Владимир Викторович Лисич. Даже сына их Ванюшку, внука-академика, тоже манит хлебный простор. Новый урожай, новые заботы у селекционеров. Снова отбор, тщательный анализ всех свойств зерна. Анализ и анализ. Только он ведет ученых к истине. У нового сорта еще нет имени, но его уже ждут в хозяйствах. И к 1980 году пшеница курганских селекционеров займет миллион гектаров. Зерно тяжелит ладонь. Крупное, налитое. Субтитры создавал DimaTorzok Идет за столом неторопливая беседа. Но куда бы ни клонился разговор, а все равно возвращается к главному. К хлебу. Азбука жизни начинается с земли, где вырос с хлеба. Не каждому человеку удается достичь своей цели в жизни. Не каждому селекционеру вывести свой сорт. Владимиру Викторовичу Лисичу это удалось. Трудом, талантом и терпением. Владимир Викторовичу Лисичу